Доброе утро! На первом канале включение из Петербурга. Танец в абсолютной тишине, без ведущего и ведомого и никакого заученного движения. Новое явление под названием ки или контактная импровизация. Танец, который невозможно повторить. Здесь не знаешь, что сделать твой партнер в следующую минуту. Отец ки, нью-йоркский танцор Стив Пэкстон. В 1972 году он понял, что контакт партнеров в танце может быть абсолютно произвольным, ритм должен рождаться внутри, а не от музыки, а движение происходит сразу в нескольких плоскостях, в прыжке, стоя и даже лежа. Так появилась контактная импровизация. В Америке явление очень популярное. Виталий уже много лет живет в Калифорнии. В Петербурге дает мастер-класс. Нередко он сам поражается, как там это захватывает массы. Там уже проходили такие вот дискотеки, они тоже как бы без музыки, в пустыне. Это все происходит пустыня и очень экологически чистые события. Все то, что туда свозится, оно потом либо увозится, либо уничтожается без вреда окружающей среде. Там были по 2000 человек, там джемы уже проходили. Из-за океана новый танец добирался очень долго. В Петербург и вовсе попал недавно. Пока держится на чистом энтузиазме нескольких молодых людей, называющих себя киви. Первые две буквы это контактная импровизация, то есть аббревиатура. И вторые две буквы мы решили, что это будет вкус исследования. Потому что в этом танце очень много исследований. На первый взгляд так может каждый. На самом же деле без знания предмета ничего не получится, потому что в хаосе движения и даже в такой куче мале есть своя мысль, своя философия. С одной стороны здесь все просто, как в танце, а с другой стороны здесь есть большая глубина и здесь можно бесконечно исследовать разные вопросы, задавая себе какой-то фокус внимания и танцую с этим, как-то исследовать свое тело, понимать себя. Философия Ки гласит, внешние раздражители не позволяют человеку услышать самый близкий голос, голос своего тела. Контактная импровизация как раз позволяет это сделать. Вот так, например, звучит голос тела Алексея Саевича. Например, я чувствую, что у меня немного взволновано дыхание. Мои вдохи и выдохи происходят больше в грудной клетке, а не в животе. Я чуть-чуть покачиваю головой на шее. У меня некое ощущение дискомфорта в пояснице. И все-таки она звучит. Может быть и не в такт внутреннему ритму, но музыка часто сопровождает выступления кивистов. Конечно, это не Дима Билан. В основном мелодии тантрического содержания. Руками не трогать, быть предельно осторожным. Таковы правила по технике безопасности. Танец непредсказуемый и может привести к травмам. Особенно пристальное внимание к еще зеленым киви. Новички часто не чувствуют партнера. Когда партнеры хорошо настроены друг на друга, это подразумевает достаточно активный, иногда с элементами игры, которая может быть похожа на борьбу, сопротивление, диалог силы. Мужчины, например, такое бывает. Но к этому состоянию нужно прийти постепенно. Возможно, уже в ближайшем будущем в Петербурге появятся первые бесшумные дискотеки. По крайней мере, увлеченных ки становится все больше и больше. Скорее всего, это подходит нам по темпераменту. Размеренные движения, нордическое спокойствие – все это увлекает, дает время сосредоточиться. И, что самое главное, снимает как телесные, так и психологические зажимы. Марат Арнис, Алексей Лабушкин, Владимир Тихонов.